Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Citroen C4 Aircross 2012 года выпуска двигатель 2 литра бензин, вариатор, передний привод пробег на автомобиле 96 тысяч километров перестал работать моторчик стеклоомывателя, лобового и заднего стекла мотор омывателя фар работает проверил предохранители под капотом, все предохранители целые, а мотор все равно не работает вроде бы как реле щелкает а сам мотор не жужжит не зумберит, поднимаю автомобиль снимаю переднее правое колесо и отодвигаю часть локера спереди чтобы подобраться к мотору, хочу проверить есть ли напряжение на мотор приходит снял колесо, выдергиваю вот эти клипсы, две сбоку кстати здесь придавленная сторона и снизу пыльника части нету вот и все здесь клипсу тоже снимаю да, это часть локера отходит бачок омывателя что-то разъем какой-то лежит сейчас посмотрю что это такое что это за разъем с чего его сняли давай смотреть здесь вот это разъем снят вот с этих ходовых огней здесь стекло раздавлено и чтобы они не светились с них скинули разъем также нашел вот за шлангом вон он разъем серый он снят вот с этого разъема только почему это произошло вот он питание сейчас откручу болт крепления бачка в сторону его отведу я думаю что он отойдет потому что вот хотя спереди еще что-то его держит ладно попробую открутить сейчас на улице ветер сорвался нет спереди бачок тоже крепится ладно тогда пробую так подлазить вот на этом же уровне спереди бачка еще один болт головка на 12 чтобы бампер не снимать в принципе можно отсюда подлезть его открутить неудобно но можно и дальше он висит на крючке вот я с крючка снял и бачок шевелится ну вытащить я его не вытащу не дает ни проводка ни трубки и масло то есть заливная горловина я сейчас попробую отодвинуть так ну вот нашел моторчик вот его разъем сейчас руку засуну сниму разъем в сторону выведу и проверю идет ли на него питание что-то есть все предпосылки что быстрее всего мотор кончился если питание идет снимаю его сдернул сейчас сбок как его выведу вот он разъем я его почему-то изоленту просто перемотал сейчас контрольку возьму так я думаю массу зацепил понажимай брызгалку фары брызгают это что вода льется? да это с этого с фар поливает ну-ка еще побрызгай на лобовое так а заднее попробуй побрызгать заднее брызгаешь подойди не могу понять как сейчас вот как вот сейчас что делал? брызгаю вперед или назад крутил? вот сейчас вот сейчас вперед вот сейчас вот это брызгает на заднее стекло делай так тык-тык-тык на заднее да это вот нет по-другому а по-другому вот так на переднее вот это а ну вот на переднее напряжение и есть а на заднее попробуй а на заднее напряжение в другую сторону у него меняется плюс и минус ага так у него мотор в две стороны работает так подожди а где а где он тогда минус берет а что с мотором да не то не знаю сейчас ну-ка зад еще побрызгай а теперь перед побрызгай напряжение есть предохранители целые все цепь целая здесь плюс-минус меняется перед зад но почему у него два провода а не три где он минус берет да похоже все-таки что сдох мотор потому что питание идет но удивительно что разъем двухконтактный и у него просто полярность меняется перед зад одеваю на место разъем и постучу по мотору товарищ повключает а я по мотору постучу может быть запустится попробуй зад побрызгать ничего не фурычит а попробуй перед побрызгать еще брызгать перед ну все мотор кончился надо мотор заказывать ладно заказываем мотор и это будет продолжение уже видео привезли новый мотор бачок бачок я опять открутил сейчас снимаю трубки и сливаю остатки жидкости с бачка а уже потом насос сдернул пусть текает ну все вода практически полностью стекла потихонечку вытаскиваю моторчик вот мотор отсоединяю разъем с него все мотор снял сейчас беру новый это вот старый который снял в оригинале больше 7000 стоит а это вот новый который взял квадрофрейни номер для заказа QF 2000N3039 это аналог но по этому номеру он аналог не пробивается пробивается по митсубиси митсубиси асх и другие внешне он идентичен и по разъему и по клапану и думаю по работе один и тот же насос даже исполнение по форме отливки одинаково сейчас подключаю его резиночку я тоже наверное заменю мягенькую поставлю и проверю жужжать будет или нет резинку старую выдергиваю новую резиночку вставляю насос и вставляю насос все насос вставил одеваю разъем и пробую ну-ка Кирилл повключай насосик вперед взад насос повключай вперед назад насос ну обрызгиватель стекла все работает замечательно выключай зажигание одеваю на место шланги и прикручиваю бачок на место один и второй шланг с этой стороны тоже шланг и дальше какой-то насос омывателя фар стоит японский и этот быстрее всего тоже от митсубиси стоит ну что прикручиваю бачок как я и говорил бачок здесь двумя болтами один вот отсюда спереди рукой подлазить один отсюда прикручиваю их опускаю и заливаю воду а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И опускаю автомобиль Незамерзайку заливаю полную Здесь объем бачка По-моему 5 литров Бутылка вся уйдет Большой расход идет на омыватель фар На лобовое этого бачка хватит на всю зиму А с омывателем фар это хватает на неделю Пробуем Да, пробуй От задней Ой, задней брусгой На этом все Замену мотора бачка омывателя я закончил Всего вам доброго